Еще одна тема, уже более серьезная, говорят, история повторяется. Следующую историю, случившуюся более 80 лет назад, вот очень стоит нам с вами вспомнить, чтобы минские соглашения не превратились в мюнхенские. Ведь Чехословакия того времени и сегодняшняя Украина, как оказалось, они очень схожи. Ну а точнее, Москва. Москва действует словно по написанному 80 лет назад сценарию. Ну а значит и будущее нашей страны, вот то, что происходит сегодня, что будет дальше, можно предсказать, просто вспомнив о прошлом. Роман Бочкала об этом. Та Чехословакия и нынешняя Украина во многом схожи. Молодые, еще не успевшие окрепнуть государства, ставшие независимыми в результате распада империи, австро-венгерской в одном случае, советской в другом. С суверенитетом тоже схожая история. Украине его гарантировал Будапештский меморандум, Чехословакия и Версальский договор. Но в итоге оба документа оказались просто бумагой. Кремль ведет себя в Украине так же, как Третий рейх в Чехословакии в 1938 году. Немцы тогда аннексировали часть соседней страны, аргументируя это защитой прав немецкоязычных граждан региона. Немецкие судеты возвращаются на родину. Русский мир и идея объединения всех русских людей под одним зонтиком, это определенно похоже на политику Гитлера, который пытался создать один большой немецкий мир. Идеология, что кто-то убивает россиян на Восточной Украине, она похожа на то, что говорили германцы в 1938 году. Я читал эти германские газеты, там просто было, что в Чехии умерли тысячи и тысячи судетских немцев. Никто здесь не умирал. В сетябре 1938 года была мобилизация Чехословакской армии против Германии. То есть уже что-то ощущалось в воздухе. Ну да, да, уже все зналось, что конфликт, конфликт дипломатический, политический, что большая возможность для того, что из этого конфликта будет война. В боязни испортить отношения с Германией, наступить на горло собственных интересов, Европа и Америка проявляли полную нерешительность, по сути, придавая Чехословакию в жертву. Гитлер этого только и ждал, ведь на тот момент он еще не был готов к большой войне. Это город Усти над Лабом, с немецкого Усти на Эльбе. До Германии отсюда рукой подать, до Дрездена каких-то 25 километров. В свое время именно отсюда началась аннексия судетов. Хотя сами чещие эту местность никогда судетской областью не называли. Фактически данный термин навязали нацисты, дабы каким-то образом очертить территорию своих притязаний. Мне тогда было 10 лет. Я был мальчишкой и не понимал, что происходит главная трагедия чешского народа. Я помню, мы вошли во двор, и я впервые увидел немецких солдат. На них была непривычная нам униформа, головные уборы, которых я до этого никогда не видел, оружие. И по лицам солдат было видно, они сами не понимают, что происходит. Это, кажется, карта судетов. Да, именно так. Оккупированные территории Чехии являются предметом моих исследований. Судеты – промышленный край, примерно как ваш Донбасс. После экономического кризиса середины 30-х эта территория находилась в глубокой экономической депрессии. Армия безработных требовала занятости и пропитания. Гитлер обещал и то, и другое. Горе пришло в Судеты. 20 лет правления чехов сделало из когда-то процветающей провинции нищую территорию. Закрытые фабрики, каждый третий немец без работы и пропитания. Нам рассказывали, что судетские немцы живут в невероятной бедности. Что именно в Судетской области самый высокий во всей Европе процент самоубийств и детской смертности. Живя в Германии, мы постоянно слышали, что Гитлер этого так не оставит. Из мемуаров немецкого снайпера Гюнтера Бауэра книга «Смерть сквозь оптический прицел». Когда немецкие солдаты увидели, сколько у нас еды, мяса, хлеба, они были в шоке. Жили мы, конечно, не очень богато, но в Германии тогда уровень жизни был еще ниже. Параллельно с военной подготовкой нацистская Германия разворачивала мощнейшую пропагандистскую машину. Пропагандой занимались как сами судетские немцы, так и Третий рейх. Мы проигрывали в информационной войне. Ложь, которую не гнушались распространять нацисты, оказалась намного более эффективной, чем объективная информация, о которой придерживались чешские СМИ. Нескончаемую нищету должны терпеть наши судетские братья. В центре Европы живут тысячи немцев в условиях недостойных человека. Разум отказывается понять, как подобное вообще возможно в наши дни в центре Европы. Сердце не верит, что такое вообще возможно. Различные сепартистские организации, действовавшие на территории Чехословакии, получили финансовую поддержку вермахта. Главной из них была судетская немецкая партия. Вот ее эмблема. Кроме политической деятельности, она занималась и подрывной, прямо под носом удоверчивых чехов. Сепаратисты организовали свои военизированные отряды. Гитлер негласно поддерживал их. Он полагал, что Чехословакия искусственно созданное государство, получившее свою территорию только из-за развала Австро-Венгрии. Уничтожая нас, он считал, что восстанавливает историческую справедливость. В реакцию на террор и убийство судетские немцы объявили об основании ополчения. Некоторые города им даже удалось освободить от чехов. Они, как на Донбасс, они тоже привозили оружие. Они имели свои лагеря в Германии, где тренировали этих сепаратистов, террористов. Несмотря на полное спокойствие на немецкой границе, с чешской стороны возвели баррикады. Автобус с беженцами из судет был обстрелян из автоматического оружия. Десятки тысяч человек переходили границу в поисках защиты у рейха. Вы откуда? Мы из Перштау. Не очень далеко от границы. В пятницу с утра мы были вынуждены уехать. Они угрожали нас расстрелять. На площади собрались женщины. Потому что мужиков больше нет. У женщин, у девушек, стариков вот этих и все. И это называется показательная касса. Спасибо вам большое, что вы согласились нам все это рассказать. Незаконные вооруженные формирования были решительно подавлены чешской армией. В Германии поняли, что взять власть в Чехословакии руками местных сепаратистов не получится. Тогда был запущен план Б. Референдум. В результате плебисцита немцы признали свою приверженность к своему народу с результатом более 90%. Вместо того, чтобы найти мирный компромисс, пражское правительство пыталось решить его террором и гуманитарной катастрофой. 30 сентября 1938 года было подписано так называемое Мюнхенское соглашение между Великобританией, Францией, Италией и Германией. Нас туда даже не пригласили. Фактически этим документом Судетская область признавалась немецкой территорией. Даже сейчас, во время опросов, какая трагедия была самой большой в истории нашего народа, многие говорят Мюнхенское соглашение. Здесь уже ликвидируют чешские названия улиц города. Несколько минут перед этим, когда вермахт пришел в наш город. Когда мы въехали на территорию Судетской области, я ожидал, что нас будут встречать с цветами. Однако жители не бросали цветы немецким солдатам. Конечно, многие местные немцы с радостью встречали нашу колонну. Но периодически мы замечали и хмурые, недовольные взгляды. Это заставило меня задуматься. Нам ведь говорили, что все немцы в Судетской области ждут нас как избавителей. В библиотеке нам давали такое задание. Взять ножницы и клей и заклеивать те публикации в учебниках, которые касались истории Чехии. Дай агрессору палец по локоть откусит. Вслед за Судетами последовала вся Чехословакия. Страна с таким названием через полгода после аннексии перестала существовать. Франция и Великобритания с облегчением восприняли развал Чехословакии. Нет государства, нет проблемы. Вроде как и помогать уже некому, а можно просто выражать протест. Потом началась Вторая мировая война. Многие судетские немцы отправились на фронт, воевать на стороне вермахта. В оккупации нам довелось прожить почти 8 лет. Все закончилось тем, что после развала Рейха Судетская область была возвращена Чехословакии. Это уже после капитулации. Это перед музеем. Здесь наш музей. Фотография. И по этой дороге идут германские солдаты с белым флагом. Возник вопрос, что же делать со всеми теми немцами, которые восторженно встречали Гитлера, воевали на его стороне. Было принято жесткое, но вынужденное решение выселить их в Германию, куда они так хотели. Это чешские немцы. Как вы видите, у некоторых на спинах свастика. В такой виде их выселяли в Германию. Это было очень драматично, невероятно жестоко. Но иначе было нельзя. Мы просто этих трех миллионов германцев выгнали. И это была самая большая трагедия для Чехии как страны. Только в 1989 году Чехословакия разрешила чешским немцам, выселенным в Германию, посещать Судетскую область. Однако без прав на постоянное возвращение и потерянное имущество. Собственность этих людей была зачтена в счет репарации. Чтобы возобновить диалог чехам и чешским немцам, довелось пожить порознь 45 лет. История, которую Украина должна хорошо знать. Хотя бы для того, чтобы минские соглашения не стали мюнхенскими. Роман Бачкала, Вадим Свиридонов и Олег Ерофеев. Подробности недели. Телеканал Интер.